Доллар и рубль вновь в центре обостренного внимания. Причины понятны. Во-первых, нефть с точки зрения роста цен припала, как минимум стабилизировалась, и фьючерсы на осень показывают, что у рынка нет ожиданий, что она вырастет в цене. Во-вторых, неясность финансовой политикой ФРС, которая определяет финансовый ландшафт по всему миру. И, наконец, новая волна коронавируса накрывает многие страны. Словом, так или иначе, есть ощущение, что финансово-экономическое равновесие, которое было достигнуто летом, стало куда более шатким. Но прежде чем провести краткий аудит всего того, что предполагается и предсказывается, проведем еще более краткий аудит предыдущих прогнозов. Прогнозов на август. Рубль в августе проделал путь в точном соответствии с нашим прогнозом. Напомню, что прогнозы большинства российских экономистов, во всяком случае, публичные, до которых особенно падки СМИ, были более мягкими. Прогнозировалось 72 рубля за доллар, а Ольга Беленькая, аналитик из группы компании Финам, дала наиболее, наверное, точный, хотя и довольно широкий прогноз, что рубль летом будет колебаться в диапазоне 71-74 рубля за доллар. И это, в общем-то, оказалось точным, хотя верхняя планка была пробита. Пробита, но ненамного. Мой прогноз сохранения курса в районе 73 с тенденцией к легкому понижению в сторону 74 рубля за доллар и прогноз аналитиков Райфайзенбанка, которые на август давали 74 рубля за доллар, судя по всему, оказались наиболее точными. Аналитики Райфайзенбанка, как и я, видят курс в районе 74 рублей за доллар. Впрочем, точность любого прогноза, как всегда, проверит время. Движение курса доллара в августе также соответствовало нашему прогнозу на август. Укрепление индекса доллара до уровня 93-94. Звучал прогноз так. И мой новый прогноз на август это укрепление индекса доллара на уровнях выше 93. И я предполагаю, что вполне возможен скачок и до 94, что, кстати, вызовет очередную коррекцию на фондовом рынке, которая, конечно же, в очередной раз будет принята за начало обвала. Впрочем, любые прогнозы, и исполнившиеся, и не исполнившиеся, уже канули в лету. И в лето, да простят меня за такой каламбур. И сегодня уже важнее другое, что можно предположить относительно курсов рубля и доллара на сентябрь 2021 года. И этот месячный прогноз является особенно важным, потому что сентябрь явно будет ознаменован, в общем-то, поворотами, хотя бы словесными. В политике ФРС, а это сегодня главное, что определяет финансовую погоду в мире, плюс станет ясна позиции центробанков многих экономически значимых стран после встречи Джексон Холли, которая проходит, напомню, 27-29 августа. А в России это время выборов, то есть наступление часа икс, после которого на финансовую политику страны будет в куда меньшей степени, чем ранее, влиять все то, что можно корректно назвать электоральными соображениями. А попросту потребность держать курс рубля относительно стабильным и лишний раз не будоражащим россиян. Специально для российской газеты эксперт по фондовому рынку компании БКС Мир Инвестиций Михаил Зельцер рассказал, что будет мешать укрепляться российской валюте. Рубль самоотверженно сопротивлялся распродажам нефтяных фьючерсов, когда котировки Brent за месяц падали на 14% и укреплялся, поскольку ЦБ РФ резко поднял стоимость фондирования до 6,5%. Но сейчас, по мнению Зельцера, возросли риски монетарного ужесточения, которые как раз таки исходят от глобальных центробанков и в первую очередь от ФРС США. А то, что ФРС США уже словесно намекает на близость сворачивания мер стимулирования экономики, это ясно невооруженным, вооруженным любым глазом, да в общем-то понятно даже слепому. И господин Зельцер делает вполне логичный вывод, что именно валюты сырьевых стран в большей степени как-то откликнутся и будут чувствительны к изменениям позиций ФРС. То есть, условно говоря, как это ни странно на первый, может быть, непрофессиональный взгляд, если ФРС меняет позицию, то первым почувствует на себе это вовсе не доллар, а как раз таки валюты сырьевых стран, такие как рубль, такие как норвежская крона, ну и многие, в общем-то, другие. Это совершенно объективный фактор, и лишенный какой-либо политической окраски. Между тем, конечно, появлялись за последнее время и куда более оптимистичные, такие традиционно бодрые российские загоровки, например, о том, что сектор нефти и газа позволяет не бояться американской инфляции. Аналитик компании «Открытие брокера» Андрей Кочетков считает, что август мог бы позволить не бояться инфляции. Забавно, но август как раз и четко напомнил степень зависимости рубля от нефти и газа, причем особенно от нефти, простите за резкость, но это щелчок по носу всем дежурно-оптимистичным заявлением подобного толка. 17 августа был материал о том, что эксперт прогнозирует укрепление российской валюты до 70 рублей за доллар, но тут можно только поаплодировать подобному оптимизму. В данном случае уже аналитика управляющей компанией «Альфа Капитал» Максиму Бирюкову, который полагает, что к сентябрю российская валюта может укрепиться до 70 рублей за доллар, что, понятно, не произошло. Ну и, наконец, прогноз Андрея Верникова, аналитика компании «Альфа Капитал» о том, что к концу лета, к началу сентября рубль будет стоить 70 рублей за доллар или даже чуть ниже. Однако закрепиться на этом уровне не сможет. Рубль не смог не только не закрепиться на этом уровне, но и даже прогуляться всерьез к этому уровню. Так что все эти прогнозы, бодро оптимистичные, по большому счету это прогнозы не о курсе рубля, это прогнозы о курсе желаний. Аналитики часто соревнуются в прогнозах, соответствующих тому, что хотят услышать около официозной СМИ, потому что именно такой прогноз – это своего рода билет в публикацию, то есть в некий пиар. Но рубль и мечта о рубле, как говорят в Одессе, это все-таки две большие разницы. Вещерняя Москва, кстати, 18 августа дала подборку прогнозов по рублю, в том числе и мой, на конец августа, на сентябрь и далее на осень. И вот что можно увидеть из этой подборки. По мнению Андрея Хохрина, генерального директора компании Иволга, около 70 рублей за доллар – нормальная перспективная цель для рубля на горизонте осени. Напомню, что ранее на август господин Хохрин давал точно такой же прогноз, который не сбылся. Та же компания, в общем-то, в вечернем Москве комментирует эту тему. И вновь Юрий Юденков, профессор кафедры Ранхикс президентской академии, который сообщал о том, что рубль может укрепиться до 69, а теперь на начало осени у него есть прекрасные перспективы сохранить стабильность. Конец августа и начало сентября все-таки внушают осторожный оптимизм. Оптимизм, судя по всему, господину Юденкову положен по должности, но в данном случае на конец августа он точно уже не оправдался. Я также участвовал в обоих этих подборках прогностических газеты «Вечерняя Москва». И, к сожалению, мой прогноз, я давал прогноз о том, что на начало осени рубль будет в диапазоне 73-74 рубля за доллар. А далее, как отмечает газета скромно, прогноз для национальной валюты пессимистичен. На этом поставлена точка. Ну, на всякий случай, коль скоро это нельзя в «Вечерней Москве», то позволено Юпитеру. Мой прогноз, что рубль может вполне съехать до уровня 77-78 рублей за доллар. А выборы в Госдуму оказывают стабилизирующее влияние на российский рубль только в краткосрочной перспективе. Информация о полезных сервисах, ресурсах и возможностях для инвесторов и всех, кто управляет своими деньгами. Проблема взыскания долгов стала одной из самых острых проблем кредитного рынка в России. Заемщики жалуются на некорректную работу взыскателей, психологическое давление и постоянный прессинг. Многие должники не знают свои права, которые определены Федеральным законом номер 230 ФЗ. Согласно требованиям закона, коллекторы могут звонить должникам не чаще двух раз в неделю, отправлять не более четырех сообщений, встречаться лично не более одного раза в неделю, не пытаться выйти на связь в неурочное время, не имеют права оказывать психологическое давление или сообщать о вашем долге третьим лицам. Если вы считаете, что коллекторы работают с вами некорректно, если от вас требуют долг, которого нет, если вам нужна консультация по проблемам долга, обращайтесь в специальный сервис «Добро пожаловаться». Это удобная возможность отправить жалобу на работу коллекторов или получить профессиональную консультацию. Сервис бесплатный для всех обратившихся. Жалобы рассматривает контрольный комитет Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств. Ссылка на сервис «Добро пожаловаться» в описании под этим видео. Что касается основных факторов, которые, на мой взгляд, ослабят рубль в дальнейшем, это, во-первых, изменения политики ФРС, геополитическая ситуация и по-прежнему нерешенные проблемы с вакцинацией и с коронавирусом. Естественно, вот такое снижение приведет к тому, что вновь и вновь будут склонять госпожу Набиулину, коверкая традиционную ее фамилию и отчество, и искренне веря, что это она виновата в слабом рубле. Боюсь, что в данном случае Набиулина скорее не виновата в слабом рубле, а заслуживает куда более позитивных оценок, поскольку поддерживает баланс рубля в той ситуации, когда сырьевое лобби однозначно заинтересовано в его понижении. И вот вечерняя Москва повторила в том же составе тему прогнозов на осень. В общем, получилось как в басне Крылова, а вы, друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь. Еще раз напомню, господин Хохрен ошибся с оптимистическим прогнозом на август, но считает, что у рубля прекрасное время осенью, и сейчас не самое удачное время для покупки валюты. Ну, судя по всему, российский Минфин прогнозы из вечерней Москвы не считает, поскольку российский Минфин как раз-таки скупает сегодня доллар и тем самым понижает рубль. А вот господин Юдинков объяснил свою промашку с оптимистическим прогнозом. На этот раз он сообщил, что обществом руководят страх и жадность. И падение российской валюты приводит к тому, что россияне все более вкладываются в доллары, несмотря на то, что эта валюта тоже падает. Более того, господин Юдинков россиян, судя по всему, считает виновными в том, что оптимистические прогнозы не сбывают, и отметил, что высокий спрос на иностранную валюту у населения соответственно снижает покупательную способность россиян, ведет к их обеднению, ну и так далее, и так далее. На что совершенно резонно финансовый эксперт Владимир Григорьев, правда, в отличие от господина Юдинкова, всего лишь кандидат, как и я, а не доктор, заметил, что 35,5 миллиардов долларов, это совокупные счета российских граждан, весьма небольшая сумма, которая вряд ли несет какие-либо риски для государства и вряд ли способна всерьез повлиять на курс рубля по отношению к доллару. Ну, а что касается моего комментария, то, судя по всему, даже не то, что пессимизм, а вот какой-то более такой холодный трезвый взгляд сегодня не в моде, поэтому издание сообщает, что эксперт Комитета Госдумы по финансовому рынку Янард отметил, что российская экономика является сырьевой. Обожаю такие высказывания, из чего можно сделать вывод, что либо российский народ и российские читатели полный идиот, и узнают для себя такую новость, либо эксперт полный идиот, полагая, что это кому-то неизвестный. Ну, что же делать так или иначе, за неимением Гербовой пишем на обычный. Будем считать, что это замечательная финансовая экспертиза. Это уточнить, что российская экономика является сырьевой. Минуточку, минуточку, будьте добры помедленнее, я записываю. Правда, Вещерняя Москва все-таки дала мой практический совет. Диверсифицировать личные накопления, и в этом смысле государство, пример, государство само активно хранит деньги в золотых валютных резервах, хотя и не устает повторять о дидаллоризации экономики. Однако, одно дело лозунги дидаллоризации, а другое дело диверсификация собственного портфеля. И есть прогнозы куда более пессимистичные, чем мои. Например, экономист Михаил Делягин относительно недавно предупредил граждан о том, что девальвация рубля в России неизбежна. И мне трудно с ним не согласиться, потому что сама экономическая модель и выгода тех, кто реально определяет социально-экономическую, что называется, погоду в стране, она все-таки заточена на постепенное или дискретное, но понижение курса рубля по отношению к доллару. Так что, полагаю, очередную порцию такого понижения мы все же увидим. Хотя понятно, что, опять же, дежурный оптимизм находит свои точки опоры. И, в частности, вновь появляются публикации о том, что рубль – самая неоцененная валюта мира по индексу Биг Мага. Но эти публикации разве что могут так философски утешать тех, кто ориентируется на них в попытке выстроить какие-то личные, может быть, финансовые планы в соответствии с прогнозами на осень. Есть, впрочем, и поглобальнее высказывания. Например, глава Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с изданием «Экономика сегодня» напомнил, во-первых, что США уже живут давно благодаря другим странам. Такое мощное напоминание, конечно же. И сообщил, что отказ от доллара спасет мировую экономику от замедления. Очень интересная мысль, вот просто радующие уши многих и многих людей, может быть, по идеологическим убеждениям, но боюсь, что не имеющие никакого отношения ни к финансам, ни экономике. Так что название финансового университета главное все-таки не слово финансовое, а главное при правительстве России. А вообще эта идея прекрасна, отказ от доллара, хотя и знакома она повторяется с теми, или иными перепевами, переливами с 2008 года. И напомню, что последний раз в начале лета мощно прозвучал таким серьезным аккордом на Петербургском экономическом форуме, когда вышел министр финансов России и сделал мощнейшее радикальное сообщение о том, что Россия вообще отказывается от доллара, правда, в резервах фонда национального благосостояния, что не означает, что Россия отказывается, например, от доллара в резервах Центрального банка России. Но россияне, конечно же, не все разбираются, чем отличается одно от другого. После чего Минфин с удовольствием начал скупать доллары, во-первых, а во-вторых, увеличил вложения в каначейские облигации Соединенных Штатов. И возникает естественный вопрос, стоит ли скупать доллары вслед за Минфином. Доверимся профессионализму господина Силуанова и сделаем все-таки то же самое. Кстати, недавно один из аналитиков подсчитал, каким бы был курс рубля без этих операций Минфина. И выясняется, что с начала 2021 года валютные операции Минфина совершает их ЦБ, но по закону именно по поручению Минфина. Ослабили рубль примерно на 5-10%. И без этих операций курс российской валюты находился бы в пределах 65-70 рублей за доллар. Об этом заявил генеральный директор компании «Спутник управления капиталом» Александр Лосев. Так что здесь вполне уместно вспомнить ситуацию из старого мультфильма. Я не упал, шеф. Меня уронили. К сожалению, тема курса рубля и тема тем более рублевой инфляции становится заложником зачастую весьма популистских соображений. И мне кажется таким символом подобных соображений, когда начинают рассуждать о зависимости курса рубля от туризма. Такое ощущение, что россияне – процветающая страна, процветающий народ, который просто летом бросается в туризм. И были такие идеи, что так как в этом году, как и в прошлом, россияне не ездят массово в другие страны, не вывозят туда валюту, усиливают соответственно давление спроса внутри страны, и это плохо сказывается на инфляции. В скобках заметим, что Россия, наверное, единственная страна, правительство которой или чиновники которой удручаются тем, что в внутреннем рынке достаточно спроса. А во-вторых, с учетом того, какое количество россиян вообще в своей жизни ездило за границей и тем более постоянно рассуждать о том, что вот эти поездки как-то влияют негативно или позитивно на курс рубля, на мой взгляд, просто смешно. Кстати, буквально недавно прошла публикация о том, что ФСБ с ссылкой на данные пограничной службы рассказало, где отдыхали россияне в этом году. Как выясняется, по состоянию это на середину августа, в зарубежные страны отправилось 6,8 миллиона граждан России. Это данные погранслужбы, еще раз уточню. И этот показатель упал на 15% по сравнению с первым полугодием 2020 года и на 68% в сравнении с первым полугодием 2019 года. То есть это данные за полгода. Ну, что тут можно сказать? Остается только на полном серьезе, видимо, с подачи некоторых аналитиков воспринимать эту информацию как часть общей картины мира, влияющей на курс рубля. От себя добавлю главное, чтобы ФСБ не стало рассказывать, где россиянам отдыхать в следующем году. Отклонимся, тем не менее, от туризма и поезда к россиян, столь значимо влияющих на рубль, и пройдемся по куда более значимым показателям. Их четыре, если говорить вот без учета летних вечеров в Гаграх. Первое. Финансовая политика ФРС и соответственного мира. Смягчение стимулирования, смягчение мер, сокращение этих мер, а в конечном счете и подергивание ставок ведущих центробанков мира наверх, дело в общем-то решенное. И я полагаю, что в этом плане мировой рынок ждет то, что можно назвать холодной осенью 2021 года. Понятно, что окончательная картина будет известна даже не во время встречи в Джексон Холл, а скорее после этой встречи, когда в течение нескольких дней выяснится картина, не то чтобы о чем-то договорились главы центробанка, но по крайней мере на что они нацелены и как они сверили свои часы. Фактор второй это конечно игры вокруг нефти и я полагаю, что и судя по фьючерсам и рынок так ощущает, что нефть стабилизировалась, но на эти ситуации, на эту стабилизацию конечно влияют различные ситуации, в том числе такие обостренно политические, такие как ситуации в Афганистане. Ситуация с Китаем, который перестал быть драйвером надежд на растущую нефть ввиду тех событий, которые случились там. Ну и наконец ситуация с ОПЕК, Соединенные Штаты так мягко, но очень серьезно давят на ОПЕК, который совсем недавно называли чуть ли не незаконным картельным сговором. Полагаю, что все это в совокупности будет означать, что цены на нефть на осень стабилизируются. В связи с этим мне представляются в общем-то неверными размышления о том, что нефть все-таки может взлететь, вот в частности аналитики Полищук и Маринченко предсказали рост цен на нефть до 80-100 долларов за баррель. Я полагаю, что достижение вот этих значений, даже 80 долларов за баррель, это просто нереально. Так что на этот фактор влияния на курс рубля, на мой взгляд, не стоит рассчитывать. Хотя с уважением отношусь к этим аналитикам, поскольку они представляют Райфайзенбанк весьма хладнокровный, точный и сдержанный в своих прогнозах. Третий фактор это фактор потенциального кризиса, но мне кажется, что все-таки в ближайшее время продолжится суперцикл. И кстати, есть аналогичное мнение на мировом рынке, эксперты прогнозируют новый мировой кризис аж в 2025-2026 году. Речь идет об экспертах Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, это российская организация. И они опубликовали специальный доклад, с которым вы можете, например, ознакомиться на сайте РБК. И вот согласно базовому сценарию этого доклада, пандемия коронавируса закончится в середине 2021 года, после чего начнутся более высокие темпы роста мировой экономики. Это, правда, не произошло, то есть коронавирус в базовый сценарий уже точно внес свои коррективы. А вот согласно сценарию структурного кризиса, пандемия может затянуться до середины 2022 года. И тогда рост экономики не уйдет в какую-то кризисную фазу, но, конечно же, окажется под вопросом. Пока, к сожалению, сам коронавирус намекает нам на то, что, скорее всего, сбудется второй сценарий. Ну и, наконец, четвертый последний фактор, который будет влиять на финансовую ситуацию, в том числе, конечно же, на ситуацию с рублем и долларом, это вот этот самый коронавирус. Не исключено, что мы увидим новые, хотя бы половинчатые, но локдауны, вернее, собственно, в некоторых странах мы уже их видим. В Китае признано, что новая вспышка, хотя статистики по-прежнему нет. Индия по-прежнему полыхает, инфицировано на сегодня в мире более 200 миллионов человек. И единственное, что здесь более-менее позитивно, это то, что смертность от коронавируса в целом по миру составляет чуть-чуть более 2%. В США сегодня около 36-37 миллионов инфицированных, в Индии уже намного более 30 миллионов, в Бразилии около 20 миллионов. В России 6,5, в Аргентине 5, в Колумбии 4,8, в Испании 4,5 миллиона, в Британии и Иране более 4 миллионов. И такие страны, как Индонезия, Мексика, ЮАР, Перу, Нидерланды, Филиппины, Ирак, Чили, Канада, Малайзия, Бангладеш и Пакистан, более миллиона инфицировано в каждой из них. Так что вирусная пандемия продолжается, одновременно она дооснастилась темой вакцинации, вызывающей такой социальный раздрай. Даже ковид-диссиденты, думаю, должны это признать. Осенью тема коронавируса не сойдет на третий или четвертый план с ареной тех факторов, которые влияют на нашу жизнь вообще и на финансовую в частности. Итак, резюмируем. Полагаю, что в сентябре курс рубля останется в диапазоне 73-74 рубля за доллар, но уже в октябре мы можем получить факторы, которые будут подталкивать его ниже. Полагаю, что индекс доллара будет стремиться приподняться и не исключаю, что отметки в 94-95 станут реальностью уже в сентябре. Полагаю, что в ближайшее время россиянам, если они думают о сбережениях, лучше продолжать диверсифицировать свои вложения и ни в коем случае не отказываться от разумных, не ажиотажных, но все-таки покупок доллара. И полагаю, что нас ждет в финансовом плане достаточно холодная осень, стабильная цена на нефть из серии, вот как в том анекдоте, ну ужас, но не ужас, ужас. И неприятная повестка дня, по-прежнему определяемая коронавирусной пандемией. Так или иначе, надеюсь, что в своих личных финансах и управлении им вы сохраните хладнокровие, спокойствие и позитивное настроение. Напомню для всех, кто интересуется экономикой, экономической повесткой дня, что наша команда, команда портала Финверсия, открыла недавно специальный ютуб-канал «Тысяча и одна секунда об экономике», куда идут наша традиционная программа «Тысяча и одна секунда об экономике» и все наши видео, посвященные экономической и общественной тематике. Ждем вас в качестве подписчиков этого канала, ждем вас на телеграм-канале «Финверсия» в инвест-клубе «Финверсия», и я с удовольствием буду видеть наших подписчиков, читателей и зрителей на своих личных страницах в Фейсбуке, ВКонтакте и в Ютубе. До новых встреч! Станьте участником нового инвест-клуба «Финверсия». Больше информации о инвест-клубе «Финверсия» вы можете найти в описании к видео.